Песня Они выросли на татарских колыбельнах, которые их мамам пели бабушки. Ансамбль «Ак-Калфак» привез в Самару из Кошкинского района народные песни веками, передающиеся из поколения в поколение. Главный мотив – природу, конечно, восхваляли природу. Наши деды и бабушки о жизни, какая у них жизнь, как они работают, как они весело умели отдыхать. Сохранение традиций – главный лейтмотив Сабантуя. Речь не только о языке, песне и танце. Мастера народных промыслов представили элементы национальных костюмов в новой интерпретации. Сохраняя этническую изюминку, декораторы научились делать стильными и современными даже тюбетейки. Это национальный головной убор, это «Калфак», женский головной убор. В основном он идет молодежный, девичий в основном. То есть крепился он вот так вот маленькими заколочками и, конечно, одевался обязательно с платком. Вот так вот, то есть одевался. Борьба куреш в представлении не нуждается. Единоборство на поясах, изобретенное сельскими землепашцами, сегодня вид спорта популярный более чем в ста странах мира. На соревнованиях в Самару съехались лучшие батыры из Ульяновской и Оренбургской областей, Татарстана и Башкортостана. В весовой категории свыше 90 килограммов равных не было нурладскому борцу Ильфату Гемодиеву. Организация, я бы сказал, на высшем уровне. Мы каждый год приезжаем сюда и всегда наши спортсмены отсюда уезжают довольными этим видом спорта, занимаются наши диды, прадеды. Просто охоту поддерживать, как бы стараться, чтобы эта нация жила, чтобы этот вид спорта жил навеки. В этом году 30 лет исполняется Самарскому областному татарскому обществу Тугантелл. За сохранение и развитие народной культуры почетным знаком губернатора отмечен руководитель организации Ильяс Шакуров. Награды получили и другие лидеры общественного движения. Глава региона напомнил, Самара первой в стране возобновила празднование Сабантуя. Я очень рад, что в нашем регионе мирно трудятся, живут, растят детей, строят общее будущее представители 157 национальностей. И, конечно, очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель древних народных традиций Сабантуя мы отмечаем в День России. Для того, чтобы получить хороший урожай, необходимо вложить труд. И мы видим, что люди стараются для того, чтобы сохранить свои традиции, сохранить свой язык, свою культуру, свою религию. Дмитрий Азаров также пригласил всех самарцев и гостей региона принять участие во всероссийском сельском Сабантуе. Он пройдет 29 июня в Камышле. Праздник же в парке Гагарина продолжался до вечера. На главной сцене выступили творческие коллективы области и артисты из Татарстана. Работали детская и танцевальная площадки. Отлично, да. Мы тут танцевали группа. Очень рады. Мы вообще плясали. Нам очень нравится. Георгий Федоров, Андрей Авдеев. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова